Бобруйская крепость, порт Артур и легендарная социалка. Тысячи гостей из самых разных стран приезжают в Бобруйск, чтобы окунуться в его неповторимую атмосферу. Но кто же лучше расскажет про историю и покажет самые главные достопримечательности, как не экскурсовод? О людях, которые влюбляют наш город, расскажем прямо сейчас. Тысячи вопросов об истории города и его достопримечательностях. Светлана Семченко, человек, который расскажет и покажет вам Бобруйск, каким вы еще его не видели. Бобруйчанка по рождению и экскурсовод по призванию. Вот уже на протяжении 27 лет наша героиня проводит различные туры и экскурсии, рассказывает детям и взрослым об известных уроженцах Бобрущины. И самое главное, воспитывает любовь к своей малой родине у подрастающего поколения. И, конечно же, по большей части, так как я работаю в детском центре туризма и краеведения, это экскурсия для детей, для нашего молодого поколения. И вообще моя такая задача или девиз, чтобы дети, которые уезжают из нашего города, как можно больше знали о своем городе. Светлана не только экскурсовод, аттестованный профильным министерством Республики Беларусь, как и в Бобруйске только три, но и методист центра краеведения, туризма, экскурсий детей и молодежи. Элементы дополненной реальности, мобильные приложения, учреждения идут в ногу со временем, чтобы экскурсии проходили познавательно и интересно для детей. Центр занимается не только традиционными видами туризма, но и спортивными, и даже экстремальными. И как покорить горы тут тоже знают. Помощь будущим экстремалам два скалодрома. Для детей главное вот в экскурсии, чтобы состоялся показ, рассказ, и рассказ должен быть интересным. И, кроме всего, конечно же, должны быть присутствовать такие на данный момент формы, которые бы были понятны современным детям. Ну а теперь переключимся с детей на более взрослые вопросы и продолжим наш разговор про туризм по-бобруйски. Если еще пару лет назад туристы приезжали, чтобы увидеть архитектурные достопримечательности Бобруйска, то уже сегодня предлагается масса новых направлений. Производственный и медицинский, пешеходный и велотуризм. Каждый обязательно найдет что-то для себя. Бобруйские чиновники уже давно поняли, туризм – весьма прибыльная сфера. Доказательство тому внимания, которое уделяется городскими властями развитию этого вида культурно-экономической деятельности. Новым толчком стала сессия Гурсовета, которая прошла в середине сентября. На ней были подведены итоги работы отделения спорта и туризма горисполкома, намечены цели и, самое главное, найдены решения, как увеличить экспорт и импорт туристических услуг. Но даже сейчас нам есть чем похвастаться. Чаще всего город посещает туристы из Российской Федерации стран Прибалтики, Израиля, Германии. Наибольшим спросом среди иностранных туристов, прежде всего, россиян пользуются санаторий города, который привлекает оптимальным соотношением цены и качества оказанных услуг. Кульминацией Дня туризма стала экскурсия по Вобруйской цитадели. Это и неудивительно. Она является главной достопримечательностью нашего города. Фортеция к своим 225 годам видела и Отечественную войну 1812 года, и приезд императора Российской империи, и крещение белорусского классика Дунина Марцинкевича и немецких оккупантов. Сотни людей пришли и погрузились в историю легендарной крепости. Гобруйская крепость – это один из главных историко-культурных объектов на территории нашего города. Она входит в топ-7, топ-50 объектов самых известных на территории нашей Белоруссии. И, конечно же, мы считаем, что каждый житель города Бобруйска обязательно должен знать о истории нашей Бобруйской крепости. Тысячи туристов, разнообразные экскурсии и известность далеко за пределами республики. Бобруйск – один из туристических центров Белоруссии. Город, который гордится своей историей и готов поведать о ней всему миру. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели.